здравствуйте приветствую вас на аккаунте эми онлайн сегодня тема классическая рептилия это наверное моя самая любимая техника которая делается полностью вручную несмотря на то что уже прошло вера лет 12 с тех пор как мы ее я ее придумала до сих пор актуально и какой бы сезон не был весна-лето мода какая бы ни была рептилия это как леопард принт да такая гусиная лапка есть принты которые они практически сезона в сезон мигрирует постоянно каких-то дизайнеров этого принта больше у каких-то меньше вот но больше если брать рептилию эта тема осени и зимы хотя если взять онлайн-курс классическая рептилия то там ну наверное варианта 3-4 прям ярких вырви глаз с неоновыми пигментами и это отлично заходит летом особенно кто вот любит привлекать внимание кто любит что-то необычное яркое почему какая бы ни была длина даже самая маленькая там когда длина ноль этот дизайн офигенно смотрится самое главное если длина маленькая то лучше делать носить на всех 10 пальцах одновременно вот курс я записывала в девятнадцатом году классическая рептилия этот курс продается отдельно и также этот курс входит в некоторые пакеты пакет платье на плаке пакет эми мастер вот у кого эти пакеты обязательно сегодня зайдите найдите этот курс он вообще если взять даже цветовую гамму составляющую этот курс сами характеристики технически как он выполняется материалы за 12 лет ничего не изменилось это единственная наверное техника которую я практически не изменила там изменения там изменения произошли только самом-самом начале когда это был уже это год был сейчас будет 22 минус 12 лет короче не помню рептилия это по моему то ли 2009 год то ли 2010 наверно 10 или 11 год я помню тогда это был новогодний курс кстати я тогда был бум на рептилию в одежде прям total рептилия print я помню что первично рептилия была немножко сложная потому что я ее делала с чистым топом вот вообще с чистым топом а потом буквально через несколько месяцев и когда уже курсы живые начала вести тут такая идея пришла тут такая идея пришла и прям вот одна ученица сейчас помню даже как она выглядит я не знаю она работает еще мастером или нет помню как надо кидает кисточку и говорит катя я ничего не вижу можно туда хотя бы что-то добавить и у меня как осенило блин реально можно же добавить и будет такая классная всякая рептилия вот поэтому я вам сегодня сейчас покажу один вариант причем цвет возьмем то что есть у меня под рукой под рукой у меня есть коллекция эгоизм поэтому сейчас будем работать с коллекцией эгоизм вообще на самом деле не принципиально чем вы делаете рептилию фон краска гелевая гель-лаки гель-лаки с жирной дисперсии сухой дисперсии вообще не имеет никакого значения там имеет значение пигменты которые мы будем потом использовать и топ без остаточной липкости кстати сразу я за топ без остаточной липкости вспомнила ультрашайн у нас поставьте плюсики кто проходил этот курс живой или онлайн а кто например уже купил до сих пор еще не приступил а еще кстати покажите сегодня краски я думаю еще рано показывать я их stories показала они будут только в середине декабря там так получилось короче пигмент для трех красок серебряный золотой розовый он плывет у нас море и что-то плывет так долго все пигменты и сейчас доставляют либо из пакистана из китая либо индия вот и лучше доставлять плать потому что это дорогущие пигменты и чет плывет долго девчонки потому что эти к видные меры блин сейчас короче все очень долго два года назад срок производства был намного быстрее сейчас он еще увеличился потому что постоянные какие-то препоны во-первых сократилось количество транспортировочных возможностей мы меньше стали летать грузовые самолеты сократилось количество рейсов те же рейсы грузовые они тоже сокращают посокращали потому что ну вот видимо оборот еще не вышли на до пандемийный период поэтому да я щас красочки не буду пока показывать ну чтобы не дразнить я их показала что краски будут причем две коллекции еще одну коллекцию не показала не практически одновременно вот там выйдут краски витражные с блестками и выйдут вот краски которую я позавчера показывала в stories обзор столько красоты выпускаете но в малых объемах нет немалых объемах нормальных объемах потому что мы пришли к тому что последние несколько лет так работают сейчас многие бренды и косметики и одежды делается просто небольшой не то что не небольшое у нас есть количество определенное на определенный сезон сколько литров мы разливаем и какое количество вот это количество определено на разные сезоны разный объем и для разных коллекций и объем абсолютно нормально это вот как знаете взять новогоднюю коллекцию новогодняя коллекция она вышла абсолютно нормальным объемом просто ну как кто-то не успел купить просто заранее бронируйте там оставляйте предоплату дистрибьютору либо вовремя отслеживайте анонсы у меня чтобы успеть купить на эми шоп вот поэтому нет стемпинг сейчас пока не буду говорить я уже показывала что уже краски для стемпинга готовы мы сами будем производить здесь в ростове сейчас просто идут тестирование что тестирование они не один месяц занимают вот так что стемпинг тоже скоро будет я его буду выпускать боксом как готовое решение я думаю что уже ближе туда концу зимы может быть начале весны так ладно рептилия да здесь эфиры все сохраняются в записи будет также курс онлайн он я думаю что девочки сейчас сразу повесят продажу в stories ну либо заходите просто в шапку профиля нажимайте там есть весь перечень онлайн курсов рептилия кстати она не настолько дорого стоит там четыре чашки кофе без сопровождения купить там она не настолько огромных денег стоит вот плюс этот курс он пожизненном доступе требует конечно концентрации сосредоточенности если психика психика не все в порядке лучше сначала выпейте валерьянку перед этим курсом battle будет зимний я уже объявляла несколько раз в следующую среду время точно не знаю будет первый зимний battle да я решила что будет наверное три батла вот это значит будет три победителя вот катя у вас немного тушь потекла это не тушь это у меня родинка видишь у меня родинка такая тут давайте смотреть так тут у меня бардачок полный там где моя рептилия это не принесла девочки они принесла извините так это типсы как раз с курса классическая рептилия классическая рептилия показываю сейчас я уже все нашла обожаю классическую рептилию техника еще раз напомню не видоизменилась и как я говорила здесь есть раз два три четыре варианта которые вполне себе могут иметь место летом это вот вообще офигенная техника тут эти две разные техники две разные рептилии но неоновая она прям вот ну офигенная необыкновенная так ну что как я и говорила свет я беру то что у меня есть под рукой вот а так как у меня под рукой оказалась коллекция эгоизм я предлагаю делать коллекции эгоизм мой любимый розовый как раз сегодня под цвет моей помады out of control номер 340 делаем просто однотонное покрытие рептилию трудоемкая рептилия смотрите все ручные дизайны они всегда всегда трудоемки техники особенно которые требуют мелкой моторики конечно они занимают чуть больше времени чем обычный какой-то дизайн быстрый скоростной вот но на самом деле если набить руку прямо поставить себе цель потренироваться на скорость то этот дизайн делать можно вполне быстро так суши и следующий цвет беру из этой же коллекции 343 343 он с блестка а нет он без блесток нам не имеет большого значения и смотрите делаете либо справа либо слева либо можно по центру пройтись такую неоднородную поверхность а будет типа спинка смотрите рептилия на выходе в итоге будет не того цвета который вы вот видите да вот мы я сейчас взяла довольно яркие два цвета но в итоге будет рептилия вообще совершенно другого оттенка поэтому показывать клиенту и говорить у тебя сейчас будет рептилия вот таких двух оттенков неправильно нужно показывать готовый типс вот клиенту нужно показывать готовый типс почему почему так объясняю и так нам понадобится сейчас тип слайдер сушим его порядка 30 секунд 1 минуты потому что в принципе у него дисперсия жирная сильно не пересохнет если боитесь что пересохнет сушить 30 секунд если не боитесь то можно сушить одну минуту вот ну я буду сушить наверное 30 секунд давайте сейчас проверим так 30 секунд засекаем в это время мы берем какой-либо полупрозрачный пигмент который имеет мелкую зернистость я беру номер что сегодня такое у меня с моим горлом номер 175 у нас очень много в арсенале пигментов у нас даже есть набор пигментов классических для рептилия но вот я не знаю сейчас есть продажи этот набор пигментов или нет можно поштучно пигментов очень много я всегда говорю пигментов много не бывает юля слушай мне нужен этот ультрашайн теперь берете топ без липкости смотрите почему я беру ультрашайн так ультрашайн они теклас ультрашайн они теклас в принципе в принципе слушай юля я еще глянь кружку пролила с водой не могла бы да что ж такое мне нужно эту кружку залила вот здесь муж почему не теклас в принципе можно брать теклас но если вы будете давить на кисточку при втирании тут и класс он же такой достаточно резиновый топ то может втереться в любом случае пигмент прилипнет потому что мы же даже на теклас пигмент втираем зеркальную втирку делаем поэтому теклас не рекомендую рекомендую использовать ультрашайн смотрите это стеклянный топ это стеклянный топ который реально как стекло прям вот такое стекло стекло и и добавляем в него вот этот пигмент так но пигмента сколько нужно добавить нужно пигмента добавить чтобы вам было видно что вы рисуете поэтому дизайном потом видите превратится в такой перламутровый дизайн есть техника без пигмента я вам сейчас пигментом показываю видите перламутр отливают хотя можно делать видите и без пигмента это другая немножко техника вот сейчас кто-то подсказывает камилла вита что он есть в продаже на сайте там есть набор классические пигменты по моему прям коробочка пигментов лежит принесешь я покажу девочкам сейчас объясню о смотрите видите какой рисунок может быть можно пятна неровные можно пятна ромбообразные но в этом случае лучше делать знаете такие асимметричные пятнышки я видите а в центре начинаю делать чуть больше бока начинаю уходить на более мелкие пигменты буквально 1-2 секунды в лампе этого достаточно чтобы зафиксировать но я конечно обожаю неоновую рептилию вот она делается двумя способами я две технологии показываю в курсе вот опять же как я уже говорила за эти 10 лет сколько существует эта технология во первых так интересно мало кто из компаний ну как стал эту технологию использовать вот это единственная наверное технология которая такая осталась за мной вот если например литье отпечатывания фольги глянцевой до на тонкие линии просто использование матовой фольги это как бы ушло в народ эти технологии и сейчас ими пользуются все то вот рептилия на удивление все-таки она такая замороченная техника она так и осталась в только в эме но очень интересная что говоришь ну давай такую покажу я вот не помню короче девчонки я не коробочка она прям по моему юль коробка с пигментами она не пластмассовая она картона ну ладно у нас ее наверное нет в общем почему я рекомендую именно набор купить во первых наборе будет абсолютно все пигменты которые сто процентов вам пригодятся не только для зеркальной втирки да но и для рептилий там как раз будут вот эти полупрозрачные с крупным помолом и с мелким и там будет также сто девяносто первый пигмент то основной пигмент который нужен прилипте при рептилии вот буквально две секунды и дальше продолжаете конечно будет подтекать это бесспорно что представьте ультрашайны такой достаточно жидкий топ плюс мы уже рисуем сейчас по дисперсионные пленки правильно топ слайдера и будет где-то подтекать но я смотрите я за то что пусть лучше где-то они растекутся эти пятна чем будет гигантское расстояние поэтому постарайтесь сделать максимально близко пусть лучше это будет где-то местами слито чем будет гигантское расстояние вот это очень важный момент сейчас я объясню почему то будет сейчас понятно в самом конце почему важно максимально близкое расстояние все теперь сушим сушим одну минуту в принципе опять же если мы боимся да что пигмент прилипнет к ультрашайну да а я сейчас чем работала еще раз напомню я работала ультрашайном куда я его делать конечно в таком бардаке разве можно что-то найти в общем можно одну минуту принципе после одной минуты пигмент уже не должен прилипнуть но опять же все зависит от лампы надо просто протестировать сушить одну минуту или две минуты вот так же в этот набор классическая рептилия входит пигмент номер 191 это основной пигмент который вам может понадобиться для рептилия дальше нужна какая-нибудь сухая кисточка можно купить самую дешевую обычную пони эфир сохраним ссылку на покупку курса я обязательно повешу в принципе вот смотрите вот я щас одну минуту просушила у меня лампа новая все хорошо и где у меня пигмент тогда прилипает ведь пигмент прилип там где у меня остались расстояние эти вот где остались расстояние а там пигмент и прилип потому что я же нанесла на цветное покрытие топ топ слайдер а топ слайдер он имеет липкую пленку топ слайдер и теперь что сейчас будет смотрите в чем особенность ультрашайна сверху ультрашайна очень плохо ложатся какие-либо топы даже сам он поверх ну как повторно сверху еще раз ложится он начнет сейчас собираться так как топ стеклянный и когда слой на слоб тот же ультрашайна носите или вы его наносите любой какой ну так ты класс решили нанести он начнет собираться местами ничего страшного вы не обращайте внимание на это просто рептилию нужно закреплять двумя слоями топа все как делаем смотрите первый слой но я также возьму ультрашайн первый слой наносим сейчас просто возможно вам не видно на камеру но он может где-то сейчас собираться я быстренько раз два три делаю по одному ногтю покрытия славу сразу в лампу кладу сразу кладу в лампу а потом уже наношу второй слой сейчас кстати можно где у меня чё постекало исправить немножко вот почему очень важно пусть постекает да потому что когда стекло где-то да проще вот так вот просто прорисовать чуть-чуть а если осталось гигантское расстояние то исправить невозможно вот поэтому сушим 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 можно кстати какой-нибудь шармикончик приклеить да раз у нас новый год давайте чем-то новогодняя будет новогодняя рептилия сейчас я даже вот не знаю что приклеить оксати тигр хорошо смотрится на рептилии бы противоречит немножко но ногти такие огонь получаются для смелых женщин набор пигментов хватит на всю оставшуюся жизнь серьезно я не шучу все и теперь еще слой наносите все дизайн готов пигментов девчонки но вы если купите набор пигментов конечно хватит на всю оставшуюся жизнь серьезно тут максимум вы перевернете просыпите атаку в принципе не израсходуются у вас аша не скользится если им же ноготь перекрыть нет конечно чем ускорить все смотрите огонь можно было конечно шармикончик чем с новым годом наклеить до набор пигментов есть в продаже на и мешок точка ру и так у нас еще есть время хотела тогда знаете что давайте я вам расскажу про новогодний курс мы на этой неделе до конца недели скорее всего сейчас повесим новогодний курс и добавим туда для тех кто на этой неделе купит ну понятно что сделаем 20 процентов скидки вот я так думаю что до конца недельки потому что сейчас еще пилилова у вас не началось сделаем 20 процентов скидки на этот курс и добавим туда предыдущих два курса новогодних дизайна поэтому кто в том году и позапрошлом году не покупал вот у вас будет возможность купить по цене нового курса новогоднего два предыдущих это очень классное предложение еще хотела сказать что чем мне нравится вот этот тренд-бук его девочка создавала она художница но сама мастер маникюра анна волкова и она поделила этот курс на разные техники тут вот получается вручную сделанные смайлы потом вручную сделанная акварель вручную техника линера и бархатного песка и вручную тема тигра и получается она каждой техники сделала еще схемы отталкиваясь от которых вы могли бы сделать еще варианты отталкиваясь от этой схемы вот получается там пять блоков в этом курсе новогоднем и получается каждому блоку вы можете распечатать либо скачать себе вот такой файл вот с такими с подсказками я считаю что это очень круто вот видите и к блоку тигров и к блоку акварели и даже к блоку слайдеров она сделала варианты с композициями это то чего ну как часто не хватает в курсе потому что ну как в курсе варианты засунуть же невозможно это тяжело засунуть все и ну и вы смотреть не будете чисто физически смотреть долго тоже тяжело и здесь получается вот разбито на раз два три четыре и пятый блок это декорации сейчас я покажу вот и пятый блок это декорация и каждому блоку она сделала огромное количество готовых схем значит ссылку сейчас я повешу stories на скидку на этот курс скидка будет смотрите действовать наверное до конца недели давайте так договоримся тоже еще скорее всего повешу и у себя в story скидка будет 20 процентов на тренд бук вот я щас постараюсь прям вот сразу же это сделать дальше вопросы по пигментам я еще раз хотела остановиться на пигментах которые мы использовали для рептилии пигменты когда вы купите набор они там будут все разного размера и классно добавить именно сам топ да а мы брали ультрашайн чтобы рисовать пятна посмотрите видите пятна они отливают пигментом и вот очень важно чтобы пигмент был мелкого помола видите он крупинками светится крупинки там идут и вот чем мельче эти крупинки тем легче рисовать эти ромбы хотя с крупными с крупными крупинками тоже хорошо смотрится но легче особенно если зрение плохое она у нас у всех уже плохое лучше с мелким вот я сегодня работала 175 пигментом он тоже входит в набор вот номер 175 и номер 191 но он чисто для втирки используется номер 191 сколько стоит курс рептилия сейчас повесим его в stories заходите в stories буквально там через минут двадцать будет курс висеть и вы посмотрите цену потому что я все цены не помню потому что там есть сопровождением и без сопровождения вот сейчас я еще на вопросы отвечу из топов только ультрашайн подходит можно использовать текласс смотрите вот раньше когда не было ультрашайна я использовала текласс но с теклассом очень сложно потому что если хоть чуть-чуть кисточка надавит на эти пятна сделаны из текласса все пигмент прилипнет у нас просто когда я рептилию эту создавала был топ без остаточной липкости классический вот кто со мной давно много лет помнит помните у меня топ в черном бутыльке продавался и пах еще ликвидом вот на замену этого топа я сделала ультрашайн поэтому лучше всего конечно использовать ультрашайн но у него есть нюанс он стеклянный и соответственно потом когда после того как вы сделали втирку на пятна из ультрашайна топ который вы будете ложить он может собираться островками и это нормально поэтому этот топ там с липким слоем вы возьмете топ там матовый топ возьмете топ слайдер возьмете нужно обязательно будет его два раза нанести потому что первый раз когда вы наносите он начнет местами где-то разрываться ничего страшного просушили а второй слой он уже это снивелирует и все будет классно и ровно а вместо черного пигмента пудру можно если есть черная акриловая пудра можно я просто ее сейчас перестала показывать потому что не у всех во первых она есть и сейчас очень сложно достать она тоже дает очень классный эффект и по моему в курсе я пигме я черной акриловой пудрой тоже работаю тоже показываю вот она чем хороша пудра акриловая она не ложится черным на приобретает цвет фона тоже это круто но сегодня я использовала именно черный пигмент катя когда появятся розовые овальные тисы моему дистерпьютерсу что на складе в ростове их нет да возможно их сейчас нету мы сейчас думаем их заменить на миндаль ну вот я сейчас что-то решила вчера что миндаль нет ничего мы не зарабатываем на этих типсах это у нас позиция в ноль потому что с алиэкспресс конкурировать сложно они у нас дорогие эти типсы хотя девочки говорят мы все равно и покупаем потому что они ну как классные сложно найти такие типсы я согласна сколько стоит курс рептилия сейчас я повешу stories почему ошибка идет если ты конечно этот курс я проверю спасибо большое сейчас я проверю катерина расскажите еще раз этапы действия сначала идет цвет краски либо гель-лака потом идет топ-слайдер потом вы берете ультрашайн смешанным с пигментом и рисуете ромбы сушите втираете пигмент 191 и перекрывайте два слоя финишем в продаже набор есть а можно сперва слайдер топом а потом ультрашайном идеально будет да когда топ слайдером перекрывать сверху на него ложатся тогда все топы идеально потому что есть дисперсия меня не получается да эта техника она требует выработки навыка если вы сделали каждый урок по одному по два раза возможно вам недостаточно возможно вам чтобы получилось нужно каждый вариантом по пять раз отработать какой-то вариант по 10 эфир сохраним так ну все ладно верните овальный их разбирают а то бриллианс можно нет классический толпу бриллианс он с липким слоем нет катя хочу инструктором учить вашей школе в москве как этому пути очень хочу расти здесь вариант либо идти в найм какую-то из наших школ у нас в две в москве это наши представители это не наши собственные школы либо стать творческим партнером ну напишите мне просто в директ тогда я точно отвечу я просто видите чтобы стать творческим партнером я очень сильно придираюсь если аккаунт некрасивые если моделирование в работах когда я открываю ваш аккаунт слабо где-то есть ошибки то не рассматриваю такой вариант типсы нет не уберем смотрю на вас прям наслаждаюсь ков легкая красивая волшебница спасибо девочки очень приятно такое слышать но можно же не ультрашайн в конце а просто обычный топ во слое конечно я же сказала смотрите берете любой топ я просто взяла ультрашайн потому что он у меня был под рукой ультрашайна нет в продаже ну возможно будет всегда бывает что чего-то нет значит не пришло не разлили не как не сварили она ждать и грубо говоря это варится все варится больших этих значит не сварили вместо черного пигмента пудру можно ну все девчонки эфир я прямо сейчас выложу вам хорошего настроения хорошей рабочей недели все равно сегодня еще работать завтра еще работать кто-то возможно еще на выходных будет работать рекомендую сейчас активно что-то делать все готовить образцы для клиентов потому что когда начнется пиливалово там будет не до фантазии надо вот выбираем из того что есть и быстренько делаем а чтобы делать быстренько нужно это потренироваться делать а не так что ты решила это делать а когда суть до дела дошло на клиенте вы это делаете капец сколько времени думаешь господи зачем я этот дизайн предложила лучше еще одного клиента взяла с коррекцией чтобы такого не было сейчас есть время тренироваться на скорость делать дизайны и делать образцы всем пока пока